Всем привет и это уже вторая часть рубрики будни бизнесмена. В этом видео я вам покажу как я залетел на слет шиномонтажного центра. Мы обсудим с вами выход будущего обновления и обсудим почему же срезали финку трем самым топовым бизнесом. Ну а если ты хочешь выиграть пару денег, то тебе нужно участвовать в конкурсе, где подписчики решают сами сколько они выиграют. Каждые 100 лайков будут равны 1 миллиону. После этого тебе еще нужно выполнить пару легеньких условий. Это скачать игру по первой ссылочке в описании и пройти автоматическую регистрацию на сервере Аква, чтобы играть вместе со мной. После чего подписаться на всех моих друзей во вкладке каналы на моем канале. Подписаться на меня, включить колокольчик и написать комментарий. И остается только ждать победителя в следующем видео. Все помнят мои прошлые ловли бизнесов. Как-то раз я словил казино за 250 миллионов и финночка там была 20кк. А как-то раз мне не хватило 13 миллионов на техцентр. Ну и короче, залетаю сегодня на аукцион и вижу шиномонтажный центр. А это один из самых топовых бизнесов. Ну как, один из трех самых топовых. Понятное дело, этот без очок будут ловить самые влиятельные люди сервера. Поэтому денюшек надо с собой взять да побольше. На сервере есть только три топовых бизнеса. Это стайлинг, шинка и техцентр. И там вот такая вот финка. Ну, я раньше так думал. Поскольку я держу стайлинг-центр почти с открытия сервера Аквы. И я нафармил уже с этого бизнеса почти миллиард вертов. Я могу подробно рассказать, что же случилось с финкой этого бизнеса. А также бизнеса техцентра и шиномонтажного центра. Ну, по поводу шинки чуть-чуть позже. До весеннего обновления мы можем наблюдать финочку среднюю 10 миллионов. Это очень неплохие бабки. И бизнес на сервере Аквы с такой финкой стоит примерно один лярдик. После того, как вышло весеннее обновление, финочка упала почти что до трех миллионов. Вот это вообще, ребятки, трэш. И финка так упала не только в стайлинге, а во всех автомобильных бизнесах. И тут в моей голове вылезло две теории. Возможно, это связано с тем, что закончились каникулы и немножечко подупал онлайн. Соответственно, и подупала финка. Ну, или же разработчики поняли, что эти бизнесы приносят прям очень много денег и срезали финку. Но давайте не будем о грустном. Я уже нахожусь на аукционе. Примерно через 10 минут слетит шиномонтажный центр. На руках у меня всего-то 600 миллионов. И я думаю, что на данный момент на аукционе у меня больше всех денег. Ну, и надеюсь на то, что славлюшина монтажный центр. И, конечно же, надеюсь на то, что там будет нормальная финочка. Ну, а это мы уже с вами проверим через минуток так 10. Итак, ребяточки, тот самый ответственный момент, когда уже стоит 370 миллионов и через минуту, по-моему, слетит шинка. Так что, ребятки, нам нужно поставить 410 миллионов. Перебьём хотя бы на 40. Ох, ё-моё, я, блин, сразу поставил, а слетает только через минуту. Ну, остаются надежды на то, что больше 410 миллионов ни у кого нету. На руках у меня осталось 200 лямов. Ну, короче, пацаны, тут остаётся только надеяться, что никто ставочку больше меня не поставит. И шинка будет моей. На самом деле, я случайно клацнул 410 миллионов. И, к огромному счастью, пацаны, лот уже продан. 410 лямов, это моя ставочка, и её никто не смог перебить. 410 миллионов и шиномонтажный центр. Мой, ребятки, это второй бизнес, связанный с автомобилями, который я смог словить. Многие хотят увидеть финночку шинки, в том числе и я. Так что, давайте быстренько открываем финночку. А до весеннего обновления финка была 7,6,5 миллионов. И после весеннего обновления финка стала 2,3,4 миллиона. Ну, что могу сказать вам, ребятки? Я отдал за этот бизнес 400 миллионов. И, к сожалению, это переплата. Каждый миллион финки стоит 100 кк. И, то есть, шиномонтажный центр примерно стоит 300 миллионов. Так что, борьба за него была напрасной. И финночка очень маленькая. А может быть, ещё стоит понадеяться, что вырастет онлайн и вырастет финка? А может быть, всё-таки разработчики специально срезали финку? Ну, тут уже хрен его знает. В любом случае, я словил этот бизнес. И я очень рад. Ну, и, конечно же, хочу поговорить об обновлении в честь день рождения Блэк Раши. Уже 20 апреля этого месяца Блэк Раши исполняется целых 2 года. В честь этого для нас выпустят новое обновление. И, скорее всего, уже этой ночью в 5 утра. Для нас добавят новые квесты, обновят работу автобусника. И всё-таки добавят новые скины, которые мы ждали ещё в прошлых обновлениях. Ещё вчера вечером официальный паблик Блэк Раши сделал пост, где показал, что они выпустят героев из фильма «Бригада». Скорее всего, с этими же героями будут связаны новые квесты, которые добавят в обновлении. Ну, и будем надеяться, что уже завтра нам обновят автобусника, как и обещали не только маршруты, а и автобусы. Ну, а с вами был Алон Сакапелло. Всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!